В 2003 году я открыла этот фонд. Сегодня ему уже 13 лет, 12 мая исполнилось. Ну, конечно, не просто так открыла. Просто так же ничего не открывается. Я работала. Неплохая должность, хорошая зарплата. Просто случилось так, что я сама заболела. Когда мне поставили диагноз рак, мы же ни о чем не думаем, да? А вот тут вот раз, ба-бах, и этот диагноз. И вот она, эта пропасть. И ты на краю этой пропасти. И ты сегодня не знаешь, ты туда упадешь, да? Или ты найдешь в себе силы, и ты ее перешагнешь. А пропасть нужно перешагнуть, потому что от нее нельзя отходить. Если ты отошел, ты перестал бороться. В 2003 году, когда уже став президентом фонда, я уже стала как эксперт, как консультант. То есть я росла с этой болезнью сама как личность. Вечером ложишься, думаешь, все, надоело все. Закрою все. Устала. А утром встаешь. Опять себе за шкирку. Чего устала? Чего расклеилась? Чего ты расквасилась? Соберись и вперед. Надо же это все делать, надо же это решать. А кто если не ты? Ну и вот так опять в очередной раз себе за шкварникой вперед. Приходишь сюда, вот они тут все сидят. Смотришь на них, думаешь, не, надо двигаться дальше. В 2009 году, 6 февраля, я была в парламенте. Я сказала, чем наши женщины хуже. Почему наши женщины не могут получать современный химию препарат? Мы это не можем позволить? Мы можем. Почему у нас нету иммуногистохимических лабораторий? Мы себе это не можем позволить? Можем. Можем позволить. Результат. Результат. Я бы скажу, это так, это, наверное, все минуты моей жизни. То, что Бог мне дает, наверное, эту жизнь. Наверное, я нужна вот здесь вот еще. Не только женщинам моим, а теперь уже и детям. И, конечно, нужно идти дальше.